всем привет в эфире канал этнографика спустя год когда мы еще были заметками черкесии год прошел с тех пор как мы снимали последний цикл с константином скибой с историком и сегодня мы наконец-то решили возобновить этот вопрос и продолжить наши выпуски лекционные на тему истории северного кавказа сегодня поговорим об интересном вопросе мирные черкесы служили да вот сразу сразу скажем что вот вот кто в теме сразу вот поймет что пойдет наверное хороший рассказ потому что мы сразу сказали мирные черкесы как было принято говорить девятнадцатом веке то есть ставить ударение как раз так да совершенно верно наш рассказ пойдет о мирных черкесах и в том числе о черкесских казаках ну или казаках черкесах принципе так и так можно говорить то есть вот об этой ну на наш взгляд достаточно мало извести и я бы хотел отметить что эта тема своего рода продолжение одно из циклов лекции о казачества линейном казачестве о том как она воспринимала часть культуры горцев можно будет посмотреть по ссылке в описании к ролику да совершенно верно есть определенная логическая связь то есть мы теперь будем видимо говорить о учителях то есть это были у нас ученики линейное казачество а теперь их учителя от которых они вот много чего усвоили в различных сферах своей жизни ну что перейдем первым выпуском и так но мирные черкесы и сразу вот мы нас иногда может быть кто-то из подписчиков или зрителей корид но судя по комментариям что вы иногда вот какие-то отвлечения делаете приводите там из каких-то других тем примеры а с другой стороны очень многим это нравится опять же судя по комментариям поэтому начав разговор о мирных черкесах мы сразу сделаем такой ну что ли ну что ли экскурс в термин который был придуман с от достаточно недавно столичными историками кавказоведами и этот термин звучит как кавказская война историографии то есть война продолжается бумах историков в концепциях в идеях в интерпретациях которые они соответственно выражают каждый из них на эти события небольшое отвлечение сделаю отмечу что была хорошая статья вам ирана урушаться но из ростова как раз таки на тему войны с историографии но у него есть и на ты на том же самом ю тубе выпуск выпуске то есть посмотрите там принципе об этом есть но тем не менее и так конечно же обо всем говорить мы не будем а из этого вот ну скажем так современного батла мы возьмем историю с основанием крепости моздок и соответственно появлением такой категории мирных черкесов как моздокские кабардинцы то есть вот ну как бы мы к этому всему подходим но сразу скажем так одну точку зрения обозначим как это все видится например автором из нальчика то есть национальная историография вот текст читаем в 1763 году на кабардинской территории в урочище моздок кстати виталий если что может нам это все как это интерпретировать и по адыгски до до глухой лес глухой лес без всякого согласования с кабардой была построена одноименная крепость на требование срыть крепость россия ответила категорическим отказом перебросив в район конфликта дополнительные вооруженные силы открытая демонстрация агрессии со стороны россии быстро объединила всю кабарду участвовать в сражениях прибывали и уорки из западной черкесии давний союз россии сыграл против кабарды российские генералы попрекали адыгов в том что они противостоя россии нарушают давние союзнические отношения сложившиеся между их предками да видимо еще 16 века можно это все отсчитывать со времен ивана грозного и князя темрюка и так но на это к нельзя кабарды отвечали уйдите с наших земель уничтожьте крепости верните беглых рабов и вы узнаете что мы умеем быть достойными соседями то есть вот такой текст ну который в принципе достаточно часто гуляет по сети по различным пабликам но если его анализировать то можно заметить что на первом месте стоят наши земли ну то есть одна из главных претензий кабардинцев что это все возводится на наших землях ну ладно давайте с немножко как говорится дальше разбираться российские историки которых иногда так ласково называют имперскими историками но отвечают примерно в таком духе что много лет начиная с 1557 года россия кабарда считали себя союзниками и много раз подтверждали эти отношения присягами делами и так далее ну какие примеры ну достаточно о клане князей бековича черкасске вспомнить о том что не далеко от кремля до сих пор есть две улицы большой и малый черкасские переулки то есть своеобразным таким анклавом жили московские кабардинские черкесы в столице ну естественно что многочисленная там служба военная представители от вплоть до какого-нибудь там высшего уровня управления государством князя черкасские занимали об этом есть целый сборник них с фамилиями да да но но прошло время и после очередной российско-османской войны причем вот да действительно иногда же говорят русско-турецкая как правило да да это такой вот новый термин его запустили совсем недавно российско-османский почему но аргументация такая воюют не национальности не народы а государство то есть российская империя и османская империя внутри которых кого только не было по национальности то есть османы это не только турки россия но это не только русские и соответственно вот очередная российско-османская война которая закончилась 1739 году и вот 1739 года по 1774 немалый срок то есть десятки лет по белградскому мирному договору ну который завершил эту войну в 1739 году началась она в 1736 территория кабарды была нейтральной землей где не россия не турция не могли вести никакой политической деятельности то есть здесь как бы такое получается геополитическое отступление россии произошло то есть союзная кабарда была объявлена от россии независимой ну а турки со своей стороны тоже пообещались дела кабардинцев не лезть и так продолжалось ну несколько десятков лет своего рода муферное государство да можно и так сказать то есть получается теперь для россии за тереком лежала нейтральная и независимая от россии кабарда а вот на месте будущего моздока на противоположной российской стороне то есть это другая сторона терека то есть получается официально это ну граница россии было да вот то есть получается в пределах границ российской империи да там периодически сезонно и на это есть документы только по разрешению российских властей паслись кабардинские лошади и овцы ну то есть отгонное скотоводство на определенное время на сезон кабардинцы туда на эту сторону терека на российскую сторону пригоняли свои стада ну естественно что никаких аулов здесь не было кабардинских и русские власти для этой вот ситуации никого не стеснили не выселили не изгнали то есть получается там постоянных кабардинских поселений не было на российской стороне терека вот это было место для сезонных кочевок дружественных россии кабардинцев ну которые обращались с просьбой и россия как бы разрешала им это делать то есть не более того отмечу еще что правая сторона кубани получается когда россия на пред кавказе закрепилась вот это пред кавказский рубеж степной до кубань была граница российской империи с 1783 года терек определенное время тоже был такой границей ну да действительно и кавказская линия та самая укрепленная которая на территории даже краснодара в основном как раз сезонный ну а у тебя собственно виталий вы были как-то документы для государства махи и края находил публиковал где говорилось о том что часть дубовских владельцев насколько я помню папа того самого султана хангире которого кстати в начале жизни звали крымчерий то есть он не был сперва султан хангире да вот папа еще султана хангире он обосновался там до этого у них там были посевы какие-то там хозяйственная деятельность но по согласованию с российским до князь хаджимуков до погибшей в зюкской битвы бочери просто владел временными такими хутора у них там для сельского хозяйства потому что они наверное занимались каким-то более расширенным вариантом и для этого были нужны плюс 2 страна степная очень скажем так не постоянная из-за принятия же кочевников то есть совершенно верно можно провести какую-то аналогию вот ситуации на кабардинскими паспищами на российской стороне терека и вот с кубанскими адыгами на российской стороне кубани получается но тем не менее 1762 год наступает и в этом году здесь по разрешению российских властей поселяется со своими людьми владелец из малой кабарды из малой кабарды не надо думать что это вот он владел всей кабардой там и все такое нет владелец из малой кабарды кургок кончокин который был вынужден сюда уйти из-за распри ну канла кровная месть что еще может быть другого со своими единоплеменниками причем просить вот об этом российский власть он начал еще при императрице елизавете петровне если не ошибаюсь где-то в 1758 году то есть кончокин на тот момент никаким подданным россии не был вот и россии ему отказала в 1758 году сказал нам какого обоснования что у нас договор с турками кабардинцы нейтральные они не наши подданные и не турецкие мы не можем вмешиваться вагона в ваши внутри кабардинские дела то есть извините разбирайтесь сами так ему сказали в 1758 году . как и хаджиму да но а кончокин неглупый сделал ход конем то есть он поставил российские власти перед таким ну что ли фактом что им деваться было некуда он взял и в августе 1759 года вместе семьей принял крещение был наречен андреем ивановым и теперь как бы российским властям уже не было вариантов ему отказывать то есть вот в том что ну теперь надо его принимать до тем более что его кровники не угомонились то есть он постоянно испытывают этот враждебное давление и тогда кончокин вот крестившись обращив обратился к кизлярскому коменданту вообще можно сказать что вот первой половине 18 века кизляр можно было бы назвать русской столицей на кавказе потому что ну того же самого моздока не было каких-то вот серьезных значительных крепостей россии на кавказе не было а кизляр уже был вот оттуда все российское влияние и распространялось то есть он обратился к кизлярскому коменданту с просьбой отвезти ему место для поселения между урочищами моздок и мекень там еще станица мекенская от этого пошла впоследствии и отпустить его к императорскому двору ну то есть разрешить явиться представиться петербурге императрицы высказать свое там верноподданные чувства и так далее то есть получается он поступил достаточно умно и хитро приняв крещение он поставил российские власти перед фактом что а вы теперь уже как бы отвертеться не можем то есть вы должны уже мне оказать помощь ну машина заработала административная в частности сенат представил императрицы екатерине второй это уже 1762 год доклад ну по нашему это что-то типа аналитической записки то есть оценить ситуацию и сделать какие-то выводы чтобы она смогла название кстати этого доклада об отведении урочища моздок для поселения крестившихся кабардинцев во главе с владельцем малой кабарды кургой кончокином или ивановым построение там крепости и превращение моздока в центр распространения промышленности торговли то есть получается сперва поселился кончокин а уже потом только крепость ну о чем там писали сенаторы ну точнее как не лично же они писали ну то есть представила соответствующее ведомство доклад значит говорилось что эта земля находится на территории россии все однозначно то есть это российская сторона телека ко всему прочему оба урочища принадлежат бесспорно к здешним границам и к поселению удобно и что важно расположение урочища не противоречит восьмому пункту заключенного трактата с турками и соответственно этим турецкому двору претендовать не можно на эти действия поэтому сенатом и было предложено построить тут со временем когда какое-нибудь начало сделается крепость небольшую именуя ее по урочищу то есть моздок при котором заложена будет эта крепость на этом урочище а в ней церковь и для владельца хоромы ну то есть получается они решили обеспечить кургой кончокину защиту строительства такой крепости но что же было дальше в том же 1762 году кончокин был удостоен звания подполковника и наименован князем черкасским кончокином ему назначили жалование 500 рублей в год уздинян желающим креститься ну то есть прибывшим вместе с ним 40 рублей в год содержание кто не желает креститься кто хочет остаться в исламе 30 рублей в год платить вот то есть получается вот так в рочище моздок при крепости моздок появились кабардинцы которые там стали проживать ну а с 1765 года эти значит выходцы из кабарды стали служить особой моздокской горской казачьей командой числом 104 человека то есть получается что вот под крепостью моздок в этой слободе крещеных кабардинцев появились кабардинские казаки черкесы но судя по названию до моздокская горская казачья команда не одна из первых ну да 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 соглашусь получается какие выводы мы можем из этого сделать что крепость моздок была возведена к 1763 году для защиты живших уже здесь раньше в этой своей слободе крещеных и служилых кабардинцев кончокина теперь уже российских подданных все ну тогда сразу стоит вопрос мы же цитировали вот скажем так взгляд национальных историков из нальчика что не так то есть что не так почему появление крепости моздок так обеспокоило кабардинских владельцев и почему сейчас этот факт особенно в сети вот в этой ну скажем так национально озабоченной среде объявляется началом 100 летний русско-кавказской войны ну или русско-черкесской войны от 1763 как раз года до 1864 ну попробуем ответить на этот вопрос вот почему вся эта свара вокруг крепости было ну скажем так не из-за земли то есть землей мы уже разобрались а из-за беглых кабардинских крепостных крестьян которые стали уходить в поисках свободы к русским принимали тут часто крещение ну и увеличивали население кабардинской вот этой слободы ну а со временем и вокруг крепости моздок стали возникать хутора поселение вот этих вот беглых кабардинцев и кстати вот один из таких примеров цитирую числом до 10 тысяч называемые такашевы из коих старшие а именно колобек кепов муса пшига тыжев и мерем бичеев с прочими переправились на здешнюю сторону здешняя сторона это на российскую сторону объявили единственное что они креститься ну как бы хотят креститься но вот в моздок и кизляр переходить не хотят то есть такая вот 50 на 50 ситуация ну конечно текст этот 18 века может понять его и так вот просто на вскидку сложно потому что нормы языка изменились и человек видимо написал это это рапорт автор это майор петр татаров ну судя по всему он был кабардинцем этот петр татаров ну и литературным русским языком ну может быть он и не очень хорошо владел ну то есть объясним что дело видимо обстояло в следующем в 1767 году это все происходило кстати через четыре года после строительства крепости моздок неожиданно для русских властей на российскую сторону перешла огромная большая группа кабардинцев тут вообще обозначено до десяти тысяч до которые взбунтовались против своих князей ну что ж кто такие крепостные как их называли в горской среде по-разному например за в западные адыги их называли пшитли иногда в кабарде проходит термин чагары но это и у нагайцев тоже такой термин присутствует ну короче говоря крепостные взбунтовались против своих владельцев сбежали на русскую сторону ну российские власти немножко как бы скажем так напряглись 10 тысяч вот и послали вот этого самого петра татарова узнать что вообще происходит вот и под предложить им ну если они захотят вот поселитесь вас в моздоке в кизляре но мы же знаем что вот эти кабардинские чагары ответили майору что они хотят креститься в православии то есть получить русскую защиту а вот жить в моздок и кизляр переходить не хотят то есть они пришли за российской защитой от своих владельцев ну естественно что все это время кабардинские владельцы тоже не сидели сложа руки но они не могли же решить вопрос военным путем то есть собрать ополчение напасть там изрубить непокорных там застращать их сила вернуть обратно ведь беглецы то были на русской стороне поэтому через какое-то время они вступили со своими беглыми рабами крестьянами крепостными переговоры что-то им пообещали ну и большая часть их вернулась назад но другая меньшая часть осталась вот ну конечно цифра 10 тысяч она впечатляет ну вот столько людей разом перешло на русскую сторону но стоит признать что это случай почему мы вообще упомянули на такой экстраординарный случай был такие количества но это было мягко говоря того времени для той эпохи в принципе это огромное число то есть не характерное количество 10 тысяч человек но переходила постоянно такие вот партиями маленькими из кабарды люди шли постоянно моздок и вот эти вот в хутора в слободы моздокских кабардинцев так что сами факты перехода характерны были количество один два три пять десять десять двадцать пятьдесят ну там до сотни может быть изредка доходило то есть вот такими вот партиями кабардинцы сбегали на российскую как получалось у какого-то аула да или каких-то людей ну догнали не догнали да то есть этих беглецов вполне ну видимо можно понять да то есть они эти кабардинские крепостные знали что у русских жить видимо лучше на власть своих пши и орков она видимо для них было тяжелее деспотичнее раз они делали такой выбор вот и естественно что такие побеги к русским очень не нравились кабардинской знати ну естественно как они смогут жить без своей как тогда часто в российских документах слова употреблять черни то есть без своей черни как эти благородные князья и дворяне будут жить то есть получается когда вот вспомним все эти претензии которые предъявляли кабардинцы по отношению к строительству моздока там видимо по не позиция верните нам наших беглых рабов она была для них более актуальна чем вот какой-то там захват исконных кабардинских земель вот но при этом парадокс вот ну я по крайней мере набрать и обратил на это внимание что по документам они вот с одной стороны говорят к вам сбежали наши подданные верните их нам хорошо то есть верните их из моздока и в то же время те же самые часто кабардинские владельцы приезжали часто в моздок с просьбами дайте нам пушку и солдат чтобы мы жестоко усмирили своих подданных то есть такая какая-то двойственная непонятная позиция то есть русских с одной стороны обвиняют и в то же время русских просят эту же проблему жестоким репрессивным способом решить то есть влезть вот в эти все кровавые дрязги и разборки ну как тогда было бы можно решить эту проблему вопрос хороший может быть конечно с одной стороны человечнее относиться к своим подвластным чтобы они не уходили к русским видимо такой вариант был но такой вариант как правило выбран не был началась война то есть случилось вот на рубеже вот 60-х годов во второй половине 1760-х годов начале 1770 годов несколько вот таких боевых сражений когда сходились ополчение черкесских князей дворян кабардинских с русскими войсками битвы были значительные серьезные потери несли обе стороны но как правило кабардинцы в них несли поражение вот и что важно простой кабардинский народ в этих сражениях с русскими не участвовал то есть это были разборки знати с российскими властями по поводу ну видимо вот о тех поводах о тех причинах о которых мы рассказали интересно как зеркально получилось западной черкессии где большая часть оказалась простого народа да она уже дождаться большей части горцев своих князей и преследовал их уже на русской стороне когда я убегала совершенно верно ну то есть получается позиция россии какая была кто к нам обращается за помощью тем мы помогаем в кабарде бегут беглые крестьяне мы их помогаем если у западных адыгов происходит вот этот общественная революция до закончившийся безюкской битвой и к нам обращаются за помощью и защитой там шапсукские не только дворяне и князья но мы им соответственно помогаем да ну а так конечно еще раз обозначим что это внутри кабардинский конфликт он со стороны россии ну как бы очень долго она в него не влазила вот то есть это вот кончокин такой ход придумал креститься и тогда уже перед фактом ставил российские власти что они обязаны были помогать так вообще да простые кабардинцы часто не любили своих гордых князей дворян и ну устраивали периодически восстания так что что было то было тем более опять же если мы говорили о том что есть документы различные той эпохи часто опубликованы вот если вот хоть убейся вот если их читать смотреть вот во всех этих русских дипломатических документах той поры инструкциях указаниях для местных властей которые значит присылались вот читаешь эти страницы там щедро рассыпаны вот такие слова например как что властям нужно ласкать туземцев относиться к ним приязненно привлекать мирной торговлей налаживать с ними совместничество уважать их обычаи религию и так далее так было ну конечно видимо к сожалению то что работала практически на всей территории большой многонациональной россии тогдашней российской империи то есть вот на кавказе это русская имперская модель дала сбой то есть не получилось причины конечно причин тому много мы не будем вдаваться в них скажем видимо так что вина лежит на обеих сторонах ну еще отчасти на соседях крымцах или турках ну а как говорится подробнее этих глубинных различных аспектах и причины кавказской войны видимо отдельно как нибудь в следующий раз да это отдельная тема короче говоря причиной и подробную историю самой кавказской войны мы сейчас лезть не будем давайте лучше подробнее поговорим как раз вот об этих маздохских кабардинцах и и и